Здравствуйте, дорогие друзья! Просили меня о том, чтобы приготовить такое с редькой. Редька продукт зимний, редька продукт полезный. Не все ее любят, но и зря. Зря, что вы не любите редьку. Значит, я сегодня пошел на рынок. Вот черная редька, да, вот зеленая редька. То, что есть в продаже на рынке. Я вам хочу сказать, что сейчас сезон заканчивается, видимо, потому что она уже и не такая жесткая. Вот это вот, видимо, импортная, а это наша. Все продали, заканчивается сезон. Цена на нее, я вам хочу сказать, вообще. 350 рублей килограмм. Это золотая редька. На эти бабки можно устрец пожрать. Это 250. Но это больше салатная. А я-то хотел, конечно, использовать вот эту. Потому что вот это наша вонючая, эх, ядреная редька. Которую чаще всего люди используют. Для чего? Для того, чтобы выковырить серединку, налить туда меда и потом пить ложечкой. Это ужасно вонючая жидкость, которую, кстати, некоторые любят. Я нет. Потом пить ее для излечения от простуды и от кашля. Да, вполне себе подходящее лекарство. За исключением того, что, конечно, дети. Вот и я, как ребенок в детстве помню, во взрослом состоянии я уже не пил вот эту вот медовую редьку. Хотя в этом есть что-то, что-то, не знаю, антивампирское. Потому что запах такой, блин, этой редьки. Как будто пукнул кто-то в воздух и не открыл окно. Вот эта редька, она более вонючая, черная, чем зеленая. Я соединю в блюде и зеленую, и черную. Да, это практически не пахнет. Вот пока что очищенная даже. Значит, ну и блюдо сегодня будет необычное. То самое старорусское, в советское время распространенное, наверное, в далеких уголках нашей страны. В частности, в районе зон, на зонах. Во всяком случае, в моем детстве была такая книжка. Я, как человек красноярский, рос в 90-х, и поэтому читал всякую ерунду. Наподобие того, как мои ровесники также читали всякую ерунду. Потому что жили мы далеко от цивилизации, от Москвы и Питера. Ну, то, что у нас из рук в руки ходило, то и было. Денег у моих родителей было мало. В крутые книжные магазины ходить не удавалось, поэтому пользовались тем, что читают одноклассники. И была такая книжка, удивительная, которая, в общем, наверное, в моей жизни, я понял, что, прочитав эту книжку, я понял, что куда-то типа из серии бандитизм, разбой, насилие, убийство и посещение отсидочных мест, это не моя история, не моя жизнь, ну и слава богу. Так вот, в этой книжке я как раз и читал про какую-то великолепную тюрю, да, тюря. Это холодные супы, значит, состоящие из либо рассолов или квасов с ржаным хлебом. Плюс масса ингредиентов, которые могут добавляться туда не только в зависимости от того, где растут, но еще и от сезона, в частности, редька была одним из. Так вот, классическая, ну, вернее, так сказать, популярная зоновская тюря была из булки бородинского хлеба и бутылки водки, да, вот я вот из этой книжки помню с детства своего, что, мол, типа, вот это была жесть какая тюря, я представляю себе, как это можно было есть. Конечно, у многих в голове складывается, что тюри – это такие крестьянские супы, дешевые, бедные, бедняцкие, такие, стрёмные какие-то. При всем при этом мы же понимаем, что, безусловно, нужно было что-то быстро пожрать, и люди с удовольствием использовали то, что было под рукой для создания вкусных рецептов. Для них вкусных, да и просто, не знаю, калорийных, или так как посты были очень длинные, и если сейчас посты у нас год меряются постами, то, значит, в истории русской кухни написано, что постами, а вернее, год был весь постный, как правило, и было несколько мясоедов, в которых разрешалось потребление мяса. Поэтому в этом блюде я уверен, что я попаду в точку и убью сразу 10 зайцев. Это блюдо постное, это блюдо холодное, его можно летом есть, но зимой им хорошо закусывать водку, это третье. И четвертое, если вы хотите экзотики, пожалуйста, экзотика прямиком из старорусской вкусной крестьянской кухни. О, 4 зайца убил. Маленький кусочек лука я порубил, ну, потому что раз у нас есть вонючая редька, то уже от лука можно и не избавляться, а наоборот, шинковать его как можно больше. Значит, обязательно зубчик чеснока. Самый маленький, который только у вас есть на кухне, он нам нужен всего лишь для ароматики, для того, чтобы вы мне написали ему, ааа, чеснок, конечно, супер. А то давно не было блюд с чесноком. Все нужно растереть, растереть, собрать и сюда. Значит, добавить соль и нашинковать стеблей. Значит, у меня здесь по плану сельдерей, зелень сельдерея. Если вдруг бывает такое, что зелень сельдерея вообще вещь неочевидная и довольно редко, я бы сказал, потому что мне купить их удается далеко не всегда. В этот раз повезло. Но если вдруг я понимаю, что мне не удается купить зелень сельдерея, я что делаю? Покупаю стебель сельдерея, и там всегда внутри, вы разнимаете, там есть листья. Если у вас есть время, повара как делают? Берут стебель сельдерея, ставят его в стакан с водой, корешком, и убирают в темное место. И все, через трое суток листья начинают расти оттуда. Он же напитывается водой. А без света они получаются такие, знаете, беленькие листочки, светленькие. И не совсем зеленые, как вся остальная зелень. Для чего? Для того, чтобы при украшении блюд можно было использовать разную цветовую гамму. В общем, вот такие вещи происходят, если вы чуть-чуть заморачиваетесь. Так, стебель сельдерея и петрушки обязательно. Петрушка самая популярная зеленуха, есть везде. История про то, что ингредиенты недоступные не прокатит. Все, зелень мы тоже добавим, но просто немножко позже, в начале стебли. Со стеблями вот что надо сделать. Нужно взять их меленько пошинковать. Да, книжка, кстати, там называлась. Чеши жопица. Вот такое удивительное название книги. На всю жизнь запомнил, потому что нормальные книги таким словом не назовут. Нужно размять солью, чеснок, лук и стебли. Пусть настаивается. Ну, чтобы там соки все соединились. Сковородка на огонь. Постное масло. Мы же договорились, что рецепт будет не только вкусный, но еще и постный. Кстати, надоумил меня на эту идею Вильям Похлебкин. У него, значит, в книге «Блюдо национальной кухни» прям целый ряд тюрь разнообразных. Я подумал, я же ни разу не готовил тюрю. И вообще не видел в ютубе в российском вообще, чтобы кто-то тюрю готовил. А как ни крути, это наше наследие. Вот так вот. Значит, небольшое количество масла. Примерно где-то 2, а может и 3 столовые ложки. Значит, сюда ржаные сухарики. Вариантов может быть несколько, да? Тюря вообще-то должна готовиться не из сухарей, но вернее из сухарей, но не из вкусно сушеных. А вот хлебные корки, когда остаются, вот эти корки крошатся и заливаются соответствующими жидкостями. Они напитываются и получается такой калорийный холодный суп. То есть, по сути, хлеб размачивается. Я же хочу поступить по-другому. Я намеренно сделал сухари, вернее, гренки порезал красиво. Значит, соль и масло, которое пропитает гренки, оно не даст гренкам разбухнуть быстро. Поэтому здесь другая целевая направленность. Не размочить хлеб в супе, да? А наоборот, оставить его как можно дольше неприкасаемым. Все, теперь у нас осталось дело за малым. Вот сюда терочку. Значит, погнали. Половина редьки зеленой я использую. Ну, должен же быть какой-то изюм в этом во всем. А половина редьки белой. Ну, вернее, черной. Ой, и слюни текут. Я вот, честно признаться, за зиму ни разу не ел редьку. И сейчас понимаю, что упущение большое. Редька – ценный продукт. Кстати, рецептов из нее довольно много, но только в книгах они не собраны. Они собраны среди людей. Народные рецепты. Вы, пожалуйста, дайте мне знать, что из редьки еще можно готовить. А я посмотрю, выберу, даст бог, и приготовим что-нибудь прикольное. Ну, должно быть реально вкусное. Не так, что крабовые палочки с редькой смешал, майонезом заправил. Знаю я эту народную кухню. Должно быть что-то такое эксклюзивное. Пишите, друзья, потому что я с удовольствием читаю ваши, конечно, комментарии. Ну, что такого. И поржать можно, и обидеться можно. Там целое, вот я когда комментарии смотрю, целый мир, который есть вокруг моих блюд, одним нравится, другим не нравится. Третьи говорят спасибо. Четвертые говорят фу, ерунду, как и приготовил. Блин, это же целая жизнь. Я всегда так увлеченно это все читаю, как в драматическом театре пьесы. Кто-то спорит, кто-то матом ругается. Блин, разные люди живут среди нас, вокруг нас окружают. Так, главное, чтобы у нас не сгорели сухарики. Опа, ржаной хлеб красивый какой. Вон они зарумянились некоторые такие, прихватились чуть-чуть. Супер вообще. И пока оставшиеся сухарики румянятся, у меня здесь еще маленький зубчик чеснока есть. Я же хотел ароматизировать не только внутри, но еще и сухари должны быть тоже с чесноком. Все, ароматизируем. О, аромат пошел. Супер. Про соль к сухаре не забыли, да? Значит, тюрия должна быть довольно густая, поэтому редьки не жалейте. Ну, либо делайте небольшое количество. Небольшое количество жидкости лейте и делайте небольшие порции. Допустим, на двоих, да? По половинке редьки каждой хватит. Значит, редька у меня натерлась. Лишнюю убираю. Сука, они вкусные. Хоть и местами стали черные. Чуть-чуть стоит проворонить. Опа! Прихватились. И самое главное, что рженой хлеб, он темный же сам по себе, и поэтому кажется, что они подгорели. Возможно, они подгорели, но темное на темном очень так, знаете, подозрительно выглядит. С другой стороны, ничего страшного, на пользу делу. В общем, смотрите, что получилось. У меня редька-то уже так воняет здесь, на кухне, этой тюрей. Теперь сюда черный перец обязательно. Капустный рассол обязательно. Если есть огуречный, огуречную добавляйте. Но у меня капусточки. О, хорош как раз для редьки. Такой здесь русский дух, здесь редькой пахнет. Вот так надо стихи было писать. Редька, кстати, очень хороший овощ. Во-первых, хранится всю зиму. Во-вторых, витаминов в нем. Такая гора, что ни словом сказать, ни первым описать. Значит, редьку вот эту в рассоле нужно примариновать слегка. Соль есть. Перец. Соли, кстати, маловато, но я потом в конце лучше буду досаливать, потому что сейчас рассол соленый. Не очень понятно. Значит, как только редька подмариновалась. Ого, какая забористая штука. Теоретически сюда можно было бы горчички добавить, но я воздержусь. Попробуйте вначале без горчички. Тут и без горчички все отлично прям. О, это неплохо. Это неплохо. Квас тут в зависимости от того, что имеете. В идеале какой-нибудь кислый. Значит, у меня есть такой кисло-сладкий квас. Все это размешиваем. У меня бабушка говорила, эх, забористый квасок. А, нет, она не говорила, не забористый. Как-то, как... А, да-да-да, правильно все. Моя бабушка говорила, эх, забористый квасок попыривает в носок. Пробки бьет, дым идет. Пробки рвет, дым идет. Вот так. Я поэтому с детства от бабули помню всякие присказки красноярские. Все, получается вот так вот. Не густо, не жидко. Ну как, густо. Учитывая, что здесь у меня еще будет петрушка с сельдереем, зелени, зелени должно быть много. Ну как много? Мы же все равно адаптируем, и вы адаптируете. Я вот смотрю, вы присылаете, говорит, ой, Василий, приготовил рецепт. Я смотрю на картинку, а там от рецепта, ну, 50%. Ну, я там внес свои коррективы, как бы, вы всегда вносите свои коррективы. Это правильно, потому что вы делаете под свой вкус. Поэтому количество зелени вы должны отрегулировать, как вам надо. Кинзу сюда не добавляйте. Значит, петрушечку, можно укроп, конечно, можно зеленого лука еще добавить сверху, потому что зеленый лук, ну, хорош в таких блюдах. Мы же все равно в современном обществе живем. Мы же понимаем, что нужно вот эту крестьянскую еду адаптировать под нашу. Поэтому у меня куча тут всяких изюминок. Всю зеленуху сюда. Хорош супец, хорош. Все, перемешиваем с редькой сельдерей. Можно использовать сюда и стебель сельдерея, но только помельче его шинковать. Но, чтите, чем больше твердых продуктов, тем, ну, он у вас будет как салат с большим количеством заправки. Вы будете все время здесь. И так редька приходится ее. Поэтому в идеале, конечно, лучше зелень, но или стебель сельдерей, так же, как в самом начале я делал. Закидывайте, разминаете хорошенечко вилкой, ложкой, толкушкой с солью, чтобы все сок пустило. Мисочку такую будем, такую мисочку. А, попробовать же надо еще по пути, если вдруг не хватает соли и перца. Да, надо вам обязательно приготовить. Штука удивительная. Я вообще, как бы, конечно, очень люблю русский вкус, но это прям, прям русский вкус. Я брасольчику больше добавил, просто у меня его нету больше. Он должен быть такой, а, у меня же есть лимон. Мне здесь кислоты не хватает. А кислота должна быть такая, кислот, ну, кисломолочного брожения, типа, там, рассол от огурцов. От помидор нет, наверное, а вот огурцов в капусте вообще самое будет подходящее. Значит, я и алюминиевая миска. По-русски так, по-простому, по-настоящему. Редьку. Тюря с редькой. Тюря и редька. Значит, жидкости и гуще сами регулируйте. Теперь сюда добавляем сухари. Эх, румяные сухари. Вот это что-то поджарился сильнее, чем я планировал. Нет, нормально. И ложку сметаны. Чайную. Сметаны много класть не надо. Ну и, в общем, сами подумайте, несколько раз попробовав блюдо, надо ли вам положить сметану туда. Почему? Да потому что современный человек к таким вкусовым инсинуациям, выросший не в деревне, избалованный городской едой, всевозможной химозой, может что? Да может ноги по носам оторвать. Поэтому очень аккуратно к этому отнеситесь. Потому что со сметаной, ну реально, это может. Но вкуснее со сметаной, с другой стороны, понимаешь? Ладно, все готово. Ну и когда уже все, так сказать, ингредиенты там, пора пробовать. Ох, и аромат же у тюри, конечно. Да, чуть не забыл. Если вы, если мы говорим про пост и про постный рецепт, сметану не добавлять. Можно добавить постного масла туда, но в идеале, конечно, не добавлять сметану и масло. Я не знаю, как вы, но я такие вкусы и люблю. Суп, конечно, не каждому придется ко столу. Но это вкусно. Гренок больше только надо. Хлеба больше надо туда. Ну и все. Довольно просто. Но я вам хочу сказать, что если вы внесете немножко свою какую-то нотку особую, ну, в пост, например, да, то получится вообще бомба. Это вам не бешбармак. Кюрь бывает много. И я уверен, что вот этот вариант вам зайдет больше, чем все любые остальные. Потому что просто, если взять, как многие говорят, хлеб и залить квасом, кашу вот эту квасную хлебную есть, квас хлебный, хлеб хлебный. Вы хлеб жидкий с хлебом твердым. Идите как бы. Ну, в чем идея, да? А когда у вас есть куча витаминов, когда есть зимние вкусы, там вот от арсола, от всего прочего, витамин С, который спасал от сынги северные народы и путешественников. Это реальная польза. Приятного аппетита. Обязательно попробуйте. Но я вот такую штуку люблю.